Он был один из ценов азербайджанского народа, за счет мужества и храбрости которых Отечественная война, продолжавшаяся 44 дня, завершилась великой победой Азербайджана. Он один из тех, кто доставил нам радость победы. Старший лейтенант Асиф Абидок Лагаев родился в 1993 году в городе Ках. Он был офицером азербайджанского спецназа сил специального назначения Министерства обороны Азербайджана, которое освободило сердце Карабаха, город Шуша. Старший лейтенант Агаев принимал активное участие в освобождении Шуши. Был одним из первых военнослужащих, вошедших в город. Он с высокоподнятой головой, испытывая чувство гордости за свою страну, маршировал на параде победы, прошедшей в Баку 10 декабря. Но, к сожалению, вражеская мина прервала жизнь бесстрашного сына Азербайджана. Он подорвался на ней в Хаджавенском районе. «Покойся с миром, герой! Вечная слава шехидам!» Будущее региона будет во многом зависеть от оценки ситуации армянским руководством, от того, сможет ли оно сделать правильные шаги для того, чтобы мир был долгосрочным и устойчивым. Как передает канал 13, об этом заявил Илхам Ильев, выступая на заседании глав государств СНГ в прошедшем формате видеоконференции. Президент Азербайджана назвал заявление президента России Владимира Путина о Нагорном Карабахе важным сигналом тем силам, которые хотят помешать исполнению условий, оговоренных в трехстороннем заявлении лидеров России, Азербайджана и Армении. «Вчера Владимир Владимирович еще раз указал, что Нагорный Карабах является частью Азербайджана. Это не первое заявление такого рода. Я думаю, это очень важное заявление и важное для тех ревашинских сил в Армении, которые пытаются пересмотреть условия заявления от 10 ноября. К сожалению, такие силы есть, и это очень важный сигнал тем, кто пытается помешать выполнению этого заявления. А такие попытки мы видели и в период войны, и после подписания заявления», сказал он. Глава государства также отметил, что среди заявлений армянского военно-политического руководства было такое, что нас пытались пугать тем, что если Азербайджан будет и дальше упорствовать в своей позиции по урегулированию конфликта, то очень скоро армянские танки будут на улицах Баку. В результате так оно и получилось, только армянские танки оказались на наших улицах на военном параде, посвященном победе Азербайджана в войне в качестве военных трофеев 10 декабря. В результате войны, по нашим данным, более 80% потенциала вооруженных сил Армении было уничтожено, подчеркнул Алиев. По словам президента Азербайджана, теперь о Нагорно-Карабахском конфликте можно говорить только в прошедшем времени. В Карабахе сохраняется режим прекращения огня и будет укрепляться в дальнейшем. Президент России Владимир Путин полностью солидарен в этом вопросе и сказал, что мы должны говорить о Нагорно-Карабахской проблеме в прошедшем времени. В связи с проведением строительно-созидательных работ и исполнением новых инфраструктурных проектов в Карабахском регионе начаты работы по картографированию топографического состояния этих территорий. Как передает канал 13, об этом заявил руководитель управления геодезией и картографией при Министерстве экологии и природных ресурсов Азербайджана Назим Исмайлов. Работы в первую очередь начались в городе Шуша, затем процесс охватит все территории региона. В настоящее время группа специалистов работает над изучением географических и геометрических элементов города Шуша и подготовкой детальной топографической карты, подчеркнул представитель Министерства. Послама Назима Исмайлова, для реализации инфраструктурных проектов по всем сферам экономики в Карабахском регионе и прилегающих районах в первую очередь важно создание топографических карт местности, поскольку эти карты послужат прочной основой для выполнения предстоящих восстановительных работ. Железнодорожная линия Барда-Агдам, на реконструкцию которой будет выделено 5 миллионов монадов, является участком железной дороги Явла-Ханкинды протяженностью 104 километров. Эта линия пройдет через Бардо-Тертери-Агдам. Как передает Канал-13, об этом сказал заместитель начальника департамента инфраструктуры закрытого акционерного общества «Азербайджанские железные дороги Эльчин-Мамедов». По его словам, участок этой линии от Ке-Чарли до Агдама длиной 26 километров был под оккупацией. На этой территории враг разместил бесчисленное количество мин. Строительные работы начнутся после обеспечения безопасности. Строительство железной дороги – дело непростое. Для укладки рельсов необходимы земельные работы. В настоящее время используется участок от Явлаха до Ке-Чарли, который также будет реконструирован. Глава Госагентства Азербайджана по туризму Фуад Нагиев призвал предпринимателей инвестировать в строительство отелей на освобожденных территориях Азербайджана. Он озвучил этот призыв во время выступления на Третьей генассамблеи Азербайджанской ассоциации отелей. Фуад Нагиев отметил, что в Азербайджане, как и во всем мире, сфера отелей понесла ощутимый ущерб. Глава Госагентства также предоставил подробную информацию о разработке соответствующих механизмов поддержки со стороны возглавляемой им структуры по туризму с целью создания более благоприятной среды для индустрии. Нагиев сообщил, что подготовлена стратегия развития регионального туризма по Карабаху, а также призвал предпринимателей инвестировать в туристический потенциал региона и строительство отелей. Обнародовано число должностных лиц, привлеченных к ответственности за нарушение противоэпидемического, санитарно-гигиенического и карантинного режима в Азербайджане. Как передает Канал 13, об этом сообщил член комитета Мили-Меджилиса по правовой политике и государственному строительству депутат Низами Сафаров. По его словам, за последние 10 месяцев к ответственности привлечено 785 должностных лиц. Этот показатель охватывает период с 14 марта по 14 декабря. Их признали виновными в нарушении требований статьи 211 «Нарушение противоэпидемического режима санитарно-гигиенического и карантинного режимов Кодекса об административных правонарушениях», отметил депутат. На сегодняшнем пленарном заседании Мили-Меджилиса были вынесены на обсуждение поправки в Кодекс об административных проступках Азербайджана. Как передает Канал 13, поправки подразумевают повышение штрафов за нарушение противоэпидемического, санитарно-гигиенического и карантинного режимов. Согласно поправкам, за нарушение противоэпидемического, санитарно-гигиенического и карантинного режимов физические лица будут оштрафованы на сумму от 200 до 400 монатов, должностные лица – на сумму от 4 до 10 тысяч монатов. Либо в зависимости от личности нарушителя правил может быть применен административный арест сроком до одного месяца. Юридические лица будут штрафоваться на сумму от 5 до 11 тысяч монатов.